Друзья, всем привет! Представляю вам новый экспонат, свежий, можно так сказать, экспонат, только из гаража для нашего музея техники, который, повторюсь, пока существует виртуально, в центре города у нас уже теоретически есть 60 квадратных метров. Пока мы не можем туда попасть, наша задача собирать материал для музея. И нам достался вот такой отличный велосипед Зайчик Львовского мотоциклетного завода. Мне он очень напоминает велосипед ТИСУ, особенно вот этим креплением. Следующим этапом нужно искать ТИСУ. В этой серии вы увидите донора для нашей зеленой победы. Там есть родной мотор, родная коробка, в общем, очень много родных запчастей, которых нет у нас. Корпус, к сожалению, там в очень плохом состоянии. Из него, скорее всего, будет сделана скульптура. Такой огромный робот-трансформер из победы. Ну, там уже как карта ляжет, если будет, конечно же, заказчик. И эта серия будет посвящена велосипеду ПВЗ 1949 года, если не ошибаюсь, который был очень долго фотодекорацией в каком-то заведении. Не знаю, в каком. Он был очищен до родного цвета и сейчас находится на стадии подбора запчастей. У нас нету вилки, у нас нету родного руля. Ну, вернее, он в очень плохом состоянии. В общем, сейчас самая главная задача вилка, потому что у нас даже есть багажник, правда, другого цвета. И колеса есть, и педали есть. Смотрим. Всем привет. Итак, мы практически завершили с черным велосипедом. И у нас есть теперь белый велосипед. Белый велосипед. Мы купили белый велосипед. Он полностью занят краской. Была надежда, что это водоинвульсионка, но это не водоинвульсионка. Какой он под краской, я еще пока не знаю. Предлагаю вам угадать. Предлагаю вам предположить, какой здесь цвет. Такой. Ага. У нас новые покрышки. И, в общем, внутри новая камера. Мы сейчас попробуем накачать. Если камеры держат, это прямо будет бонус. Руль, судя по вот этой липси, очень похож на такой, как мы ищем на наш самокат Львов. Переднее Льво. Классное переднее Льво. За день, у нас, в принципе, вот это поздняя Украина. Багажничек. Ровные дропауты. Колеса современные, разные притом. Очень хочется узнать, какой год рамы. Ну, не знаю, почистить щеткой или снять кислотой. Просто если мы почистим щеткой, а там виден родной цвет. Мы этот цвет содрали. В общем, сейчас попробуем накачать колеса и узнать, какой год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, я вижу зеленый... Ну что ж, друзья, я вижу только 2249... Неужели такой короткий номер? 49-й год выпуска... Так, ну что, вот у нас есть такая смывка для краски... Будем сейчас с белого велосипеда снимать краску до родной... Вообще штука очень редкая... И желательно работать в перчатках... Для видео мы сейчас пару кадров сделаем... Потом я одену перчатки... И буду наносить ее в перчатках... Мы ее так наносим... Она должна постоять чуть... Потом стираем тряпочкой... Пока раму не разбирали... Так у нас тестовые забеги... И вилочку помажем... Так... Будем помогать... Щеточкой... Интересно... Сиденья из кожи... Слезет, не слезет... Кожа в воде неплохая... Так... Так... И... Погнал Б Он... В ее бумаге... Он... Въ웅... Кислота творит чудесам. Вот наша рама от белого ПВЗ 10В. Краска снята, как видно, какая-то краска ушла вместе с белой краской, здесь вообще не было местами краски родной, сейчас мы ее мотуем и будем покрывать лаком, нам не надо ничего особенного, нам надо просто придать шероховатость и немножко заполировать вот такие места, где нет краски, скажем так, сгладить, сейчас на это пройдемся и будем лакировать, будем пытаться найти вилку от ПВЗ такого же цвета, багажник у нас есть родной от ПВЗ 10В, он немного другого цвета, в общем потихоньку соберется вот такой прекрасный велосипед 49 года. Достался вот такой зуночок ПВЗ, изуродован точно так же как рама, но мы сейчас немножко подровняем и он будет как раз сюда, скажем так, в масте. Зуночок на своем месте осталось только приклепать. По поводу колеса, колеса скорее всего были в неплохом состоянии, но они покрашены белой краской, не будем их разбирать, оставим как заглушки для чего-то. Снимем резину, резина пойдет на тандем, скорее всего. Разберем втулку, у нас как раз тут большая проблема, не хватает втулок. Переберем ее, обода оставим, там будет видно. Так, вот наша втулка, из всех втулок, которые у нас есть, она скорее всего в идеальнейшем состоянии. У нас разобрана шесть втулок, сами можете видеть, вот две оси более не менее нормальных, остальные оси. С сильным износом, еще вот эту вось можно использовать. Конечно, износ очень сильный, и они уходят на скульптуры. Значит, вот одна часть, с нее снимается вот такая буйма, оттуда высыпается пять роликов, их сохраняем. Так, это вот на мойку. Второй конус. Скажем так, тормозной барабан. Такие колечки у нас, подшипнички. Это внутренний подшипник, который стоит в этом конусе, в правом. Закрывается у нас вот такой крышечкой. Это на мойку. В общем, еще одна деталь, она в тормозном барабане стоит. Подшипник. Сразу помоем подшипнички рулевой. Гаечку. Так, конуса, как раз, которые в очень хорошем качестве. Это у нас с кареточного узла. С кареточного узла помоем. И ось. Это все у нас тут. Это мы чистим щеткой. На белом велосипеде, который на самом деле зеленый, очень сильно изношим вал. Вот, скажем так, левая часть, правая часть, просто практически стертое посадочное место под подшипник. Да и левая тоже. Да и левая тоже. Продолжаем Peroormba. Дальше. Продолжение следует...